МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне органы государственной безопасности отмечали круглую дату. В ЧК КГБ исполнилось 100 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея ведомства, которое за свою 100-летнюю историю претерпело не одно структурное преобразование, но сохранило преданность защите интереса национальной безопасности и государства, прошли в областном культурном центре. Свою историю КГБ отсчитывает с 20 декабря 2017 года, когда была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В январе 1919 года начала свою деятельность Гомельская уездная, а в апреле того же года Губернская чрезвычайная комиссия. Во время Великой Отечественной чекисты вели борьбу с оккупантами в истребительных батальонах, в спецгруппах и спецотрядах. 14 сотрудников Управления КГБ по Гомельской области выполняли интернациональный долг в Афганистане. Более 100 принимали участие в реквидации последствий Чернобыльской катастрофы. Вообще о деятельности комитета в мирное время широкой общественности известно немного. Но именно за ежедневными и напряженными буднями большая работа по обеспечению государственной безопасности республики. Сегодня молодое поколение, это, конечно, образованные люди, подготовленные спортивные интеллектуалы. У них сегодня на вооружении совсем другая техника. Они готовы в любую минуту сегодня выполнять задачи, не только традиционными нашими направлениями деятельности, но и выполнять задачи взаимодействия с другими правоохранительными органами и с нашими соседями по Содружеству нашего государства. В Управлении Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства жителя деревни Александров Кореческого района. В лишении жизни и расчленении трупа обвиняется сосед погибшего мужчины. Вся эта ужасная история произошла в доме виновника жестокой расправы. В ходе распития с односельчанином спиртных напитков между хозяином и гостем случилась ссора, которая переросла в откровенный конфликт с рукоприкладством. Хозяин избил знакомого до смерти, а когда понял, что убил человека, решил замести следы преступления. Подозреваемый расчленил тело и спрятал его в лесной полосе, находящейся недалеко от его дома. Сейчас по факту произошедшего с участием задержанного мужчины проводятся экспертизы, в том числе судебно-медицинская, генетическая, трассологическая и психолого-психиатрическая. Следователям предстоит собрать доказательную базу, а органам обвинения представить ее в суде. Что касается личности подозреваемого, следует отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, за убийство. В 2000 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы и к принудительному лечению от алкоголизма. В 2016 и в текущем году мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие смертных напитков в общественном месте. В период снегопада в обострилась напряженная обстановка на дорогах нашей области. С понедельника на вторник только в Гомеле, по данным ГАИ, произошло 55 неучтенных ДТП. В основном это были мелкие аварии и дорожно-транспортные происшествия. Однако без травмированных не обошлось. Критическая ситуация вплоть до среды наблюдалась и на главных автомагистралях региона. Снежные заносы и налет на трассе М5 Гомель-Минск создали водителям серьезные неудобства. Несколько машин съехало в Кювет, регистрировались ДТП. Водители транспортных средств не в полном объеме были готовы к такому изменению погодных условий. Не все водители перешли на использование зимней шины в соответствии с правилами дорожного движения. Также из числа сотрудников госавтоинспекции для контроля и мониторинга уличной дорожной сети были сформированы дополнительные экипажи, которые направлены на основные магистрали нашей области в целях контроля за работой дорожных и коммунальных служб по принятию неотложных мер, устранению снежных заносов и ликвидации зимней скользкости. В связи с неблагоприятными погодными условиями в госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. В случае, если это вызвано необходимостью, то проявлять внимательность и осторожность. При управлении транспортными средствами в зимних условиях водителям необходимо учитывать боковой интервал, также дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, выбирать правильно скорость движения транспортного средства, особенно на участках, подверженных обледенению, которые данные участки обозначены соответствующими дорожными знаками, и использовать, конечно же, зимние шины при управлении транспортными средствами в снежную погоду. А вот ситуация в подтверждении информации о необходимости соблюдать осторожность в сложных погодных условиях. На YouTube появилось видео, как маршрутка на нерегулируемом пешеходном переходе сбила женщину. Действие, развернувшееся после наезда, попало в объектив телекамер гомельских очевидцев. ДТП произошло 18 декабря, как раз в тот день, когда на гомельщину обрушились метель и сильный ветер. В ГАИ сообщили, что наезд на пешехода совершил водитель автомобиля «Форд Транзит». Пострадавшая была доставлена в больницу. С водителем разбираются сотрудники госавтоинспекции. С манерой езды многих водителей маршрутных такси давно пора разобраться, пишут интернет-пользователи на форумах и в комментариях к резонансным ДТП. Такого же мнения придерживаются и сотрудники ГАИ. Регулярно этой службой в целях наведения порядка в организации дорожного движения общественного транспорта проводятся специальные рейдовые мероприятия. В осенне-зимний период количество таких рейдов удвоилось. Маршрутное такси. Под таким кодовым названием проводится комплекс профилактических мероприятий в декабре. Его цель – стабилизировать дорожную обстановку, повлиять на количество нарушений, допускаемых водителями маршрутных такси, и уменьшить травматизм на дорогах. Статистика показывает, что водители только на территории города Гомеля допустили более 400 нарушений. Это те, которые привлечены к административных ответственностям на текущий день. Кроме того, анализ аварийности показывает, что на территории как города Гомеля, так и Гомельской области водители маршрутных такси являлись участниками дорожных трассовых происшествий, в которых люди получили ранения различной степени тяжести. Самые распространенные нарушения среди водителей маршрутных такси – превышение скорости, несоблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозка недопустимого количества пассажиров. При проведении специальных мероприятий только на улице Барыкина в течение одного дня было зафиксировано 94 превышения скорости водителями маршрутных такси. Проводится профилактическая работа, водители привлекаются к административной ответственности. В целях обеспечения безопасности сотрудники госавтоинспекции проводят как гласный, так и негласный контроль маршрутных транспортных средств. В качестве пассажира в маршрутку садится аккредитованный работник, который фиксирует нарушения, допущенные водителем, а на конечном пункте маршрута сообщает о них инспекторам ГАИ. Те, в свою очередь, составляют протоколы или выписывают предупреждения. Учитывая строгость закона к повторным нарушениям правил дорожного движения, мера достаточно эффективна. Осадки в виде снега, обильно выпавшие на этой неделе в Гомельской области, повлияли не только на состояние аварийности на дорогах, но и внесли коррективы в учебный процесс одной из школ Брагинского района. Школьный автобус с детьми из-за снежных заносов не успел вовремя прибыть к месту назначения. На помощь поспешили спасатели. 19 декабря в Центр оперативного управления Брагинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в деревне Красная Нива в снежном перемёте застрял школьный автобус. Попытки водителя самостоятельно выбраться из снежного плена ни к чему не привели. Опасность заключалась в том, что внутри машины находились дети. Школьный автобус вёз детей в школу в деревню Моложен. По пути он застрял в снежном перемёте. Спасатели, прибывшие к месту, обнаружили, что в школьном автобусе находится 23 человека, 20 из которых дети в возрасте от 4 до 17 лет. При помощи специального оборудования лебёдки спасатели извлекли школьный автобус из снежного перемёта, сопроводили его до расчищенного участка дороги, после чего он продолжил свой путь. Благодаря спасателям ученики, пусть и с небольшим опозданием, всё же добрались до школы и приступили к занятиям. Неизвестный злоумышленник разлил ртуть в центре Речицы, подвергнув тем самым жителей райцентра серьёзной опасности. Сообщение о нахождении отравляющего вещества в общественном месте поступило в Центр оперативного управления районного отдела ПЧС 18 декабря. Серебристые шарики жидкого металла были обнаружены в парке Победы возле памятника воинам-танкистам. Это излюбленное место отдыха речичан, в котором часто проводят свободное время родители с детьми. На место находки оперативно прибыли работники отделения химической и радиационной защиты МЧС. По прибытию спасателей к месту вызова были установлены два очага розлива ртути. После проведения демеркулизационных работ собранная ртуть составила 400 грамм и была передана для утилизации. Эксперты утверждают, что в естественном виде ртуть для человека не представляет большой опасности, так как внутри пищеварительного тракта она не столь токсична. Однако наибольший вред организму приносят пары ртути, вдыхаемые вместе с воздухом, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз. Происходит раздражение дыхательных путей. Через дыхательные пути происходит всасывание ртути в организм. А так как тяжелые металлы выводятся печенью, почками, слизистой оболочкой кишечника, желудка, то в соответствии при выделении их поражаются все эти органы. В связи с этим ртуть является очень опасным веществом. Пары ртути крайне ядовиты, поэтому следует с особой осторожностью относиться к обнаружению ртути в помещениях, в том числе на открытом воздухе. Поиском злоумышленника будут заниматься правоохранительные органы. Им также предстоит выяснить, откуда у него взялась ртуть. По данному факту сотрудники районного отдела Следственного комитета проводят проверку. Пятница прошедшей недели стала последним днем в жизни двух жителей нашей области. Мужчины погибли на пожарах в разных уголках Гомельщины. В обоих случаях предположительной причиной происшествия считается неосторожность при курении. 15 декабря спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома на улице Пролетарская в деревне Мелешковичи Мозырского района. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС наблюдалось возгорание бревенчатого дома и кровли сарая. При проведении разведки звеном газодомозащитной службы возле окна на полу в жилой комнате обнаружен труп хозяина дома, пенсионера 67-го года рождения. В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие, имущество, повреждена крыша сарая. Уже спустя 24 минуты спасателям Гомельского районного подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Прибор. Там при аналогичных условиях был обнаружен труп мужчины 1960-го года рождения. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Огнем уничтожена кровля двухэтажного дома, потолочное перекрытие, мебель и прочее имущество. В обоих случаях на пожары выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверки, в ходе которых специалистам Государственного комитета судебных экспертиз предстоит провести ряд пожаротехнических и судебно-медицинских исследований. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь-4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин